Всем привет! Как много мы знаем про советскую эпоху. Знаем, что был дефицит на определенные товары. Однако это не касается табачной продукции. Сигарет, как часто шутили советские граждане, в СССР было больше, чем видов колбасы. Ну и как повелось, у каждой вещи из прошлого есть своя история. То же самое касается и сигарет. Младшему поколению этот сюжет будет неинтересен, но те, кто старше, вспомнят и поностальгируют. Марок сигарет в СССР было гораздо больше, чем сортов колбасы, различных водок или каких бы то ни было других разновидностей товаров народного потребления. Ява, Столичная, Космос, Союз Аполлон, Прима, Лайка. Эти названия были знакомы миллионам курильщикам Советского Союза. Да и не только курильщикам. Мой дед курил самокрутки. После тяжелого трудового дня он любил выйти на крыльцо, присаживался и крутил ее в одиночестве, что-то напивая себе под нос. Из кармана он доставал прибереженный кусок газетки, в которой он бережно утрамбовывал табак. Маленьким это зрелище меня завораживало. Дедушка крутил самокрутку, не торопясь, с каким-то особенным чувством умиротворения. А когда начинало смеркаться, закуривал, и огромное облако дыма окутывало его, словно туман. Может быть, поэтому некоторые любят запах настоящего чистого табака, хотя сами они абсолютно никогда в жизни не курили. Сигарет в Союзе выпускали много из самых разных. Хотя многие курильщики продолжали возмущаться низким качеством и отвратительным грубым вкусом табака, но отечественного производителя все-таки продолжали поддерживать. И купить пачку сигарет было просто, пока в конце 80-х не грянула зловещая перестройка. А вместе с ней и табачный кризис всесоюзного масштаба. В начале 20-го века любителей затянуться папироской было немного. Ситуация изменилась после Первой мировой, когда никотин для народа приобрел высокое оборонное значение. Курить начали все, от низов до верхов, комиссары, поэты, офицеры, трактористы. В первые годы власти советов табака катастрофически не хватало. Руководство страны сразу смекнуло. Нехватка курева может привести к бунтам. И тут же взялось поднимать табачную промышленность. Советская сигаретная история началась после Великой Отечественной войны. Во время которой составилось знакомство 1-6 части суши с табачной продукцией союзников и немцев. До того периода использовали самокрутки, махорки и папиросы. Свои сигареты появились и у страны-победительницы. Но фильтром и формой международного образца они обзавелись лишь в 1966 году. Первопроходцем стали сигареты Ява, одноименной московской табачной фабрики. Еще 9 лет понадобилось государству, рабочих и крестьян, чтобы выйти в тройку самых больших производителей табачных изделий в мире, уступив пальму первенства лишь США и Китаю. СССР тогда штамповал 365 миллиардов штук сигарет в год. Это примерно десятая часть общемирового производства. Далеко не каждое изделие, выходившее из рук советских табачников, могло бы сегодня сойти за полноценную сигарету. Табачная продукция с грифом Made in USSR зачастую бывала отсыревшей и гасла, если ею периодически не затягиваться. Также этому способствовало и то, что эти сигареты не содержали компонентов, поддерживающих тление. А табак в них часто набивали так плотно, что перед первой зачашкой его приходилось разминать пальцами. Чтобы хоть как-то разнообразить сигаретное меню жителей страны советов и дать им более качественный продукт, официальная Москва в 1970-е годы начала массово импортировать табачные изделия. И импортировались они из стран социалистического лагеря. Среди них особенно выделялась болгарская продукция – стюардесса, Ту-134, Родопи, ВТ и Орал, которые буквально завоевали легкие советских курильщиков своим заметно лучшим качеством. А настоящим пиршеством для гурманов стали пачки, приплывшие в страну из далекой Кубы. Заморские изделия были невероятно крепкими и имели вкус сигар, поскольку производились из остатков сигарного табака. Некоторые их терпеть не могли, потому что они были очень крепкие. Зато советские сигареты, вернее название марок и картинки на пачках, стали настоящей энциклопедией страны. По ним можно было изучать не только особенности официальной истории и идеологии, но и географию, социологии. В стране Совета выпускали марки сигарет, посвященные полетам в космос, фестивалям, некоторым городам и регионам необъятного союза. Кроме того, специфическое свое курево имели почти все слои и прослойки населения. От поэтов до шахтеров. Названия говорили сами за себя. Охота, Мелодия, Речфлот, Южный, Север, Рейс, Медео, Шахтерские и Гвардейские. Была даже удивительная для тех времен марка сигарет «Менеджер», которая выпускалась на киевской табачной фабрике. Были и секретные сигареты. Советские табачники маркировали свой продукт по классам, в зависимости от качества табака и его крепости. От первого номера до седьмого. Но потребители свой выбор, если он, конечно, был, основывали не на обозначении класса, а на том, какой завод выпустил продукцию. И какая, собственно, самая пачка, твердая или мягкая. Подавляющее большинство курильщиков были уверены, что из сигарет одной марки лучше те, которые были запечатаны в жесткой картонной пачке, нежели в бумажной мягкой. Лучшими считались столичные в твердой пачке производства конкретного завода или даже конкретного цеха. Вспоминает один экс-курильщик-киевлянин. Если говорить об украинских производителях, то выше всего ценилась продукция киевской и львовской табачных фабрик. Достойную конкуренцию им могли составить сигареты ленинградского и московского производства. Но они в столице Украины встречались редко. А знаменитая ява для киевлян была настоящей экзотикой. С другой стороны, и россияне отдавали должное украинскому табаку. Знакомые москвичи, гордившиеся своей явой после дегустации львовских сигарет, соглашались. В общем-то, да, не дурно. Но когда не было денег, покупали приму. Американские же сигареты были в те годы признаком невероятной успешности. Ведь оригинальные Marlboro и Camel можно было купить лишь у спекулянтов за огромные деньги. До 10 рублей за пачку. Это 12-я часть ежемесячного заработка обычного советского человека. Но были в СССР и свои сигареты, которые могли соперничать с заморским табаком. Причем речь идет не о Кишиневском Marlboro, которое производили в столице Молдавии по лицензии. Изготавливали такие качественные сигареты для партийного руководства. По словам одного киевлянина, работавшего в те годы в Казахстане, табак для элитных партийных чиновников собирала спецбригада, которая выходила на плантацию затемно и брала только три верхних листа с куста. Причем собиратели трудились строго до того момента, пока на растения не падала утренняя роса. Брежнев, по словам его личного фотографа Муса Ильяна, никак не мог бросить курить. Для него сделали сигареты с удлиненным фильтром, но он их даже пробовать не стал. Курил сигареты новость. Но подобный товар класса люкс был доступен лишь избранным небожителям. Например, Леониду Брежневу специально для него изготавливали элитную марку новости. Интересно, что новость могли купить и простые смертные в обычных ларьках. Но это уже были сигареты гораздо более низкого качества. Уже в начале 80-х сигареты без фильтра и папиросы начали считаться непрестижными. Их курили солдаты, бедные студенты, отдельные естествующие элементы со склонностью к эпатажу. Ну а также заядлые курильщики с колоссальным стажем. А последних нужно упомянуть особенно. Это ушедшая натура, люди выросшие на военной и послевоенной махорке. Курившие по нескольку пачек в день. Для которых даже крепкие сигареты с фильтром были не более чем дамским развлечением. Советские папиросы отличались от сигарет не только отсутствием фильтра, но и большей крепостью. Причем за все время существования СССР папиросы пережили существенную эволюцию. Так, во время Великой Отечественной войны папиросы считались элитным куривом. И выдавались только офицерскому составу. А рядовые солдаты довольствовались самокрутками. А спустя пару десятков лет папиросы курили уже либо те, кто привык к самокруткам и не желал затягиваться дымом через фильтр. Либо люди с низким достатком, так как папиросы были самым дешевым куривом. А еще в Советском Союзе появился очень интересный вид курива. Сигареты без фильтра, нечто среднее между сигаретами и папиросами. Самыми популярными марками среди них были Прима, Астра и Полет, которые, кстати, выпускаются и в наши дни. Курительный фольклор. Сигареты для советских людей были не только продуктом первой необходимости, но и благодатной почвой для народного творчества. Маркам Курева давали прозвища, на тему названий марок ходили хлесткие шутки-прибаутки. Излюбленным объектом фольклора были чрезвычайно популярные в СССР болгарские сигареты. Стюардессу называли «стервой», в ЭТ расшифровывалось не иначе, как «бычки тротуарные». Шибку, ввиду изображения обелиска на пачке, называли «братской могилой». А Ту-134, соответственно, смертью на взлете. Доставалось и в продукции дружественных азиатских государств – Китая, Вьетнама и Кореи. К примеру, вьетнамские сигареты за отвратительный вкус были прозваны портянками Хо Ши Мина, в честь первого президента Демократической Республики Вьетнам. Впрочем, сигаретам не только придумывали грубовато-забавные лозунги, они оставались частью уличных легенд. Распространена была байка, связанная с твердой пачкой сигарет «Космос». Многие курильщики были убеждены, что если разорвать боковую часть крышки пачки между слоями картона, можно найти некий тайный знак. А если таких знаков набрать сразу несколько, то взамен таких вот счастливых пачек, прямо в киоске «Союз Печати» можно было получить какой-то выигрыш. Кому-то попадались пачки «Космоса» с уравнения внутри на боковых гранях. Считалось, что если его решить, то можно получить в магазине целый блок. Для некоторых это до сих пор загадка, что это было такое. Решить это уравнение не удавалось никому ни разу. Ну и последний выдох. Новая эпоха для любителей крепкой затяжки наступила в пору перестроечного кризиса и тотального дефицита. Блоки сигарет, упаковка из 20 пачек, тогда стали чем-то вроде внутренней валюты. Ими часто расплачивались за товары или услуги советские граждане. Высокому статусу блока существовало простое объяснение. Во время табачного дефицита именно такая упаковка стала большой редкостью. Сигареты продавали официально не более пяти пачек в руки по талонам. Еще Куревом приторговывали люди, которые так или иначе были близки к работникам табачных фабрик. И за дефицитный продукт они брали втри дорого. Причем часто на продажу выставляли даже не пачки, а завернутые в самодельную бумажную трубочку по 20 штук сигареты. На фото огромная очередь в табачный киоск. В Ленинграде недовольные отсутствием сигарет курильщики перекрывали Невский, в Перми, центральную улицу и чуть ли не штурмом брали здание администрации. Другим видом спекулятивной сортировки табака стали неразрезанные сигареты. Так называемая отбраковка, которую на рынках продавали рулонами, причем порой даже навес. Тогда реально можно было купить метровую сигарету. Единственное, что они были без фильтра. В период острого дефицита предприимчивые советские граждане продавали даже сигаретные бычки. Пол-литровая банка бычков стоила на рынке 3 рубля. Да и качество сигарет упало очень низко. Производители экономили абсолютно на всем. Ставили бумажный фильтр вместо ватного. А также почти не сушили табак. Так заканчивалась эпоха советских сигарет. Которые окончательно исчезли после того, как бывшие республики Союза наводнила табачная продукция из-за рубежа. За время существования советских сигарет в стране сложилась целая табачная культура. Иностранец, впервые приехавший к нам в гости, мог легко узнать о стране много нового. Всего лишь разглядывая сигаретные упаковки. На них изображались великие столицы, полководцы, техника и другие достояния нашей страны. А по пачке папирос Беломорканал вообще можно было изучать географию. На ней был изображен кусок географической карты. Вот так мы прикрепляли частичку культуры даже к табачным изделиям. Для чего это делалось, честно, непонятно. Но не для того, чтобы через некоторое время писать на пачках сигарет, Минздрав предупреждает. Ну а на этом все, друзья. С вами были Интересные Факты. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода.